всем привет все у нас на обзоре будет вот такая вот интересная консоль который думал подойдет для тех людей которым не нужны там мега ретро комбайны с тысячами эмуляторами не нужны беспроводные джойстики не нужны там не закачки не прокачки вот те кто хотят вот вернуться окунуться в детство и поиграть в те старые консоли в sega мега драйв с картриджами с проводными геймпадами и так далее вот стоит эта консоль меньше двух тысяч рублей и покупал ее на индекс маркете ссылка к обычно будет в описании к этому ролику поэтому кому интересно можете пройти посмотреть вот консоль недорогая и у нее есть все эти функции которые у нас были в консолях нашего детства так давайте пройдемся по внешним виду и потом я открою здесь нас изображена сама консоль написано sega мега драйв 16 бит вот ну хотя я не уверен что это оригинальная консоль но в принципе очень даже похоже написано sega оригинал картинки от игр top gear mortal kombat еще какие-то игры до футбол рисован так с этой стороны особо очень нет коробка немножко потрепана я открывал в магазине вот для того чтобы убедиться что она целая так здесь у нас надписи на русском языке нет есть арабский английский французский вот все языки есть кроме русского здесь изображены разные игры один дома что еще больше чем интересного нет давайте откроем открывается она страшно ведь коробки от этого не испортился так все больше коробки нет здесь вот такая вот инструкция написано шаги по инсталляции подключить адаптер подключить кабель и подключить геймпад все в принципе так оно и было в детстве да то есть без всякий заморочек настраивать языки и так далее подключил воткнул телеку и все играешь так берем сторону подложка такая пластика и консоль в пакете моем детстве не было такой консоли sega megadrive меня было только 8 битный subor вот а сега была точнее не сега даже 16 битная консоль какая-то китайская была у моих друзей вот и периодически они ко мне приходили и мы вместе играли на нашем телевизоре вот и поэтому сейчас хочу восполнить от пробел приобрелся так вот недорогую консоль и думаю немножко рубануться и окунуться в детство и так выглядит она принципе как оригинальной sega здесь есть переключатель power и кнопка reset в принципе больше здесь ничего не должно быть здесь у нас слот для картриджей ну давайте открою посмотрите сзади у нас так слот для подключения для аудио видео и здесь разъем для адаптера здесь у нас модель сега мега драйв какая-то мк 1631 16 скорее всего 16 бит маленький ну и здесь у нас разъем под джойстик 1 джойстик 2 принципе больше ничего нет ничего не бричит все принципе супер нормально он давать теперь перейдем геймпадом ну геймпады знаете такую пластик дешманский ну принципе за менее чем 2000 рублей ожидать особо такого ничего не надо геймпад к геймпад по размерам он небольшой такой все кнопки здесь есть шесть кнопок геймпад и кнопка старта этот такой же бренчит на дом при необходимости если уж вам понравится то это дело можно будет заменить далее у нас кабель аудио видео и блок питания такой небольшой блок питания у нас скажу насколько так блок питания у нас на 9 вольт вот принципе все вот так вот комплект такая вот консоль вот и для того чтобы играть на эту консоль я себе еще сказал картридж картридж с интересными играми которые хотел поиграть вот так вот картридж 85 в одном и здесь нас так списка игра здесь у нас нет на здесь поставлю картинку вот с этого магазина и вы себе посмотрите если понравится то тоже сможете это дело заказать ссылка будет в описании к этому ролику вот и саму консоль и картридж я покупал на яндекс мегамаркет что это все мне около двух тысяч рублей все вместе консоль меньше 2000 рублей это помогал восьмиста что ли рублей вот в принципе все давайте теперь запустим посмотрим какие игры здесь есть и как они воспроизводятся итак я подключил эту консоль к самому прототим телевизору посредством аудио-видеокабеля вот для тех людей у кого допустим в телевизоре нету входа под тюльпаны есть вот так вот переходник от тюльпана hdmi поэтому рекомендую его брать я думаю на у каждого должен быть такой переходник мало ли там захотите включить какой-нибудь старый видеомагнафон просто посмотреть старые фильмы на видеокассетах вот такая штука как раз и подойдет ссылка на него будет в описании вот не стал подключать консоль большому телевизору потому что ну смысла нет и все это дело у вас не влезет в один экран поэтому я думаю можно запустить и на этом экране разница абсолютно никакой не будет такой же абсолютно телевизор просто чуть меньше вот и так давайте включим мы посмотрим что у нас здесь внутри так а внутри у нас получается 368 игр в одном так давайте пролистаем посмотрим какие здесь игры я вижу сразу sonic есть потом футбол блок out ping pong омега рейс монстр sonic и я так понимаю они здесь у нас повторяется до смарт-блок до ping pong до игры повторяться давайте для интереса запустим парочку встроенных игр давайте начнем с соника это игра от сеги сразу хочу обратить внимание что изображение чистое да так давайте звук уменьшим изображение чисто никаких помех ничего абсолютно нет то есть все выводится нормально по звуку также звук хороший чистый в этом плане ставлю этой консоли плюс green hill первый уровень если честно я sonic особо так не люблю но есть люди которые любят эту игру поклонник там я думаю это играем зайдет старый 16-битную так долго достаточно давать какую-то другую нажимаем на сет и давайте вот посмотрим чё за блок out electronic arts так ну чё-то вообще старый какой-то лет это типа тетрис да что-то такое 3d тетрис так как тебя отправить туда потихонечку идет ну понятно ладно давайте другую игру посмотрим что еще здесь есть есть какой-то тетрис сказать все это одна и та же игра на да так ладно давайте теперь посмотрим что у нас на картридже вот этом 85 в одном так и здесь нас выходит вот такое меню 85 в одном давайте вам пролистаю посмотрите какие игры здесь есть я сразу же вижу аладдин комикс зон батл тоц из популярность через очки так вот здесь дюна контра airworm джим первой-второй части f1 golden x флинстон есть в принципе такие популярные игры король лев джангл бук микромашины нхл есть что еще есть рот рэш тоже популярная игра sonic есть spider-man battleship есть tailspin терминатор тени тун есть urban strike про вертолет в принципе такие популярные игры здесь есть что mortal kombat я не заметил есть нет не обратил внимание посмотрим mortal kombat 3 есть ultimate самая такая интересная часть так ну давайте начнем на сначала посмотрим несколько передать на чем саладином тоже очень популярная игра с детства по изображению выводится достаточно четко да также никаких помех там не знаю искажение ничего такого нет изображения красиво по звука также звучит очень даже хорошо рынка граба кстати игра переведена до на русском языке и 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 игра на русском языке это street of rage 2 касс переведенную на русский язык так давайте поиграем за блэйс а как вам звук такое чувство детства сразу возвращается и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 консоли играть вот таким образом принципе мне на это все ссылка на все это будет в описании к ролику вот и на консоль и на переходник и на картридж и на портативный телевизор поэтому если хотите собрать это себе такого-то сетап то вполне возможно это сделать на это меня все если вам ролик понравился ставьте лайк подписывайтесь на канал нам желаю всем хорошее настроение хороших игр окунайтесь в детство и получайте заряд позитива всем пока а Субтитры подогнал «Симон»